Пустые трибуны и небольшое количество участников открытого первенства Брестской области погребли на байдарках Кануэ свидетельствуют об опасениях болельщиков и организаторов из-за непростой эпидемической ситуации. Но несмотря на это, оттепель в спортивную жизнь города все же пришла. Традиционный ежегодный турнир на призы первого олимпийского чемпиона Беларуси Сергея Макаренко состоялся в 11-й раз и впервые проходил так немноголюдно. В этом году они не столь многочисленные в связи с ситуацией в мире. Это пандемия коронавируса, поэтому к нам не смогли приехать команды из России, из Украины. С Украины нам приезжали с многих городов обычно, в этом году проводим соревнования внутри нашей страны. Присутствуют команды из города Гродно и города Минска, помимо команд из Брестской области. Сергей Макаренко – заслуженный мастер спорта СССР, для которого Брест не просто город, а место, где началась спортивная карьера будущего чемпиона. 60 лет назад он в паре с Леонидом Гейштором показал лучший результат на коноя двойки на 17-х Олимпийских играх в Риме и стал первым белорусским спортсменом, открывшим счет с золотым олимпийским медалем. Открытое первенство в его честь, где участвуют юноши и девушки от 13 до 16 лет – перспективное соревнование и у многих большие надежды стать призером первенства. Хочу занять какие-нибудь призовые места на этих соревнованиях, хотя бы постараться попасть в финал. Надеюсь, в финал попасть вообще, так как с не своим годом могу выступать. Буду пытаться как-нибудь проявить себя. На этих соревнованиях планирую выиграть, чтобы не сглазить, конечно, но я думаю, что все получится, поэтому будем надеяться и работать. В открытом первенстве участвуют 192 спортсмена. В программе заезды каноэ и байдарок-одиночек на дистанции 200, 500 и 1000 метров. Соревнования продлятся до 4 сентября. Призеров ждут достойные награды. Ирина Кузьмич, Итар Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.